всем привет мы с вами продолжаем быть на выставке байбренд и у нас в этом году представлена отдельная экспозиция фут-траков что собственно говоря меня зацепило то что вот вроде как фут-траки понятно да там еда а здесь мы сейчас стоим это вроде как фут-трак но это парикмахерская и сегодня как раз мы хотим пообщаться с генеральным директором компании которых можно делать абсолютно любой бизнес вплоть до бани но туда мы с вами еще зайдем итак рафаэль здрасте привет что послужило наверное первым пинком сделать не с едой бизнес какой-то а вот услуговать конкретно в данном случае вот этот лысый был виноват то что мы сделали парикмахерскую а лысый красивый мы его снимаем на так мы делаем трейлеры трейлеры может быть как квартира без отделки там можно сделать что угодно он просто на колесах у нас это не первая уже парикмахерская мы делали салон бровей у нас есть вот цветочные магазины просто магазины ну естественно фут-траки это как основное направление мы пытались продвинуть вот этот закон чтобы в москве разрешили фут-траком ну фут-траком бизнес-траком стоять вот практически на каждой улице я знаю что в москве так это и до настоящего момента ничего не получилось но когда мы сегодня с вами разговаривали сказали что москва нет но зато московская область да во первых этот закон он больше у всех как-то психологически у нас на самом деле сегодня все разрешено любое муниципалитете это просто делается как подвид nto как подвид не стационарного торгового объекта они спокойно любое назначение земли прописывают то что это nto фут-трак там или nto парикмахерская и так далее и там могут спокойно размещайте на тендерной основе по аукционы или как ярмарка выставочные мероприятия второе у нас по всей московской области разрешили то есть там прям вот говорят вот куда хотите встать выбирайте места потому что это тоже для них выгодно это поддержка мсп и услуги и питание ближе к трафику людей хорошо я предприниматель я понимаю что я хочу вам например открыть парикмахерскую вот в таком траке что я делал я прихожу к вам например я заказываю потом я иду в муниципалитет и говорю что муниципалитет я хочу вот на этой улице встать вот расскажите как это происходит три пути первое вы можете частной территории посмотреть да это кстати в москве можно сделать а бумажка у нас ничего не делается заговора ряда спаков спокойно частная территория она кому-то принадлежит это муниципалитет тогда город в москве не встанешь в московской области станешь вот второе в московской области после частных территорий вы если смотрите муниципальную вы обращаетесь в этот городской округ или еще куда-то там есть отдел который занимается тем землями и говорят да не вопрос вот вот здесь вы можете лесбургерной или парикмахерской салоном красоты там и так далее встать или не можете встать и но в основном идут на встречу и третье еще у нас есть сообщество еда на колесах она возникла за счет вот как раз вот мы здесь вот всех собрали в том числе у нас параллельно сегодня в балашихе мы организовали там футраккор вы обращаетесь и мы помогаем че это сделать быстрее к нам обращаются муниципалитеты вот тот же городской округ балашиха обратился к нам чтобы мы организовали день города а цена вопроса там допустим аренда вот например понравилась мне какая-то улица но не знаю в красногорске среднем от 30 до 60 тысяч рублей в год хорошо вот примерно вот такой трак данном случае бизнес так сколько он стоит это большой формат 19 квадратных метров вот конкретно это с их франшизы уже стоит 3 миллиона 150 тысяч рублей все можно купить в лизинг то есть ты так как у нас есть паспорт технического средства это в принципе условно авто транспортное средство вы пришли 300 тысяч заплатили и вы уже бизнесмен через два месяца и вы встали на место куда мы там договорились и с оборот уже оплачиваете тема кассовых аппаратов то есть кассовый аппарат он же вцепляется к определенному адресу в нашем случае совсем не так тут вообще вот у них удобно у них работает только мастера у них нет вообще офис менеджер или администратора стоит терминал ты зашел оплатил и пошел стричься ей бога я ничего не продаю просто мне очень нравится концепция я считаю что ну за этим будущее особенно в регионах поэтому просто делюсь с вами информацией так выбрав франшизу на байбренде не обязательно арендовать помещение особенно в наше время вы можете заказать у рафаэля изготовление вот такого трака бизнес трака если это не да и когда я была у вас на производстве вы мне говорили что в принципе под заказ клиента вы можете его дополнить добавить там ну практически чем угодно теперь мы наверное готовы пойти внутрь и посмотреть все как там устроено здрасте познакомьтесь максим это основатель этой франшизы да и он все прорабатывал технически то есть мы делали все под его диктовку весь дизайн внутри стулья ставили на определенных расстояниях использовали материал пола здесь генератор встроенный он может работать абсолютно автономно он специальным шумопоглощающим коробе отопление специально и так далее тут у тебя как я понял все круто быстро отбивается за счет чего рассказываю за железо только за счет того что мы можем встать в места где наибольший трафик и нам трафик покупать через интернет и через обычные маркетингу и канала не надо когда мы запустились вот вы когда в этом футраке начали работать вот только начали отелька но с производства приехали сюда сейчас мы едем в питер у нас уже есть места куда мы можем официально встать есть договора аренды и мы вот будем таким образом смотреть на трафик вы сказали три с половиной миллиона это вы уже накинули себе там 350 350 это чтобы поехать и уже начать работать встать рассчитывали за какой период окупится пессимистический прогноз это два года это мега пессимистический базовый сценарий год можно делать футрак именно вот скобина чтобы самому уже уезжать приезжать это можно дарается на вопросы ну плюс полтора миллиона к стоимости но там будет кузов поменьше на машину ты 19 квадратов не прицепишь эту высоту потолков там не обеспечишь баки там и есть ограничение по весу а так он алло позвонил парень его за 5000 перевез в любое место и уехал сам же парень заказать обычную грузоперевозку туалет мы встаем в места где есть рядом фудкорты зоны где могут мастера поесть и зоны где мастера могут взять привести себя в порядок естественно воспользоваться такими местами это торговые центры большие гипермаркеты и тому подобное проходите баня здесь опять же 21 квадратный метр алиса включи свет баня умная все управляется через голосового помощника алису мы сюда запихнули это сделано из амбарного дерева здесь такая кровать она полностью опускается вниз очень удобное мероприятие если куда-то выехать и нестандартно отдохнуть на рыбалку мы ездили вот и емельянин копательно против белого дома и тебе ничего тоже не могут сказать потому что в принципе это транспортное средство а сколько стоит вот такое оснащение с алисой которая там сидит это конкретно у нас в 5 700 вышла так мы и в 3 можем ложиться здесь просто уникальная еще печка гурман она по белому и по серому мульти режимная вот она на дровах здесь вот можно дрова подкинуть и как камин работает и как отопление здесь вот индукционная печь здесь умывальник отдельно у нас парогенератор для того чтобы влажно здесь поддерживать отдельно здесь душ звездное небо это все с душ есть да 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 лейка душ и поливалка а туалет туалета нету это если надо отдельно в данном случае как раз у нас сейчас выкупил банный комплекс в тюмени мы вода оснащаем туалетом и он туда у нас увидеть уже с туалетом это крио капсула на колеса другая модель уже тут 21 квадратный метр с пневмоподвеской то есть она опускается в ноль вот можно заметить мы легко можем зайти и суть в чем здесь камера на минус 165 градусов пойдемте сюда заходит человек на две минуты опускается температура на 165 градусов сюда 10 раз ходил можно два года как будто обливаешься ну то есть можно в принципе заказать такой футрак поставить возле подъезда и в принципе все соседи мы сейчас около коттеджного почерва хотим поставить а так дальше он едет в германию вообще здесь вот есть еще процедурный кабинет grand clinic это компания они сами же производители изобретатели этого всего оборудования и вот здесь еще дополнительный аппарат для массажа лица омолаживания которое разглаживает кожу и так далее тоже это все салон красоты на колеса получается вот это уже фут до утра франшиза да вот весь кофе сэндвичами они кстати вот с 9 утра и уже качали пока еще не открылось хорошая франшиза от правда кофе вот папа жарит мясо с сергей жуков очень тоже интересная франшиза очень вкусное мясо у них и они готовят на открытом огне и там высокотемпературная вытяжка стоит и так далее также у нас здесь представлен том ямбар он на пневмоподвеске вот опускается том ямбар от миллион триста пятьдесят уже идет оснащенный данные до два с половиной три с половиной тоже зависимости от того чем мы их наполним там просто наполнение и целая куча и автоматизации и так далее и так далее это же удобно ты франшизу запакованы можешь купить в лизинг она будет сразу сидеть во франшизе в транспортном средстве то есть дополнительно тратиться не надо коллеги задумайтесь покупая франшизу не обязательно арендовать место в помещении вы можете выбрать себе такую прекрасную альтернативу в виде фуд траков или просто бизнес траков но вы обещали придумать название спасибо большое ну вот собственно говоря мы и подошли к завершению нашего бай-бренда в течение шести месяцев мы стояли на ушах мы постоянно меняли концерт мы искали площадку мы теряли компании мы находили новое мы постоянно кого-то убеждали потом убеждали нас хотелось все бросить но мы состоялись и честно говоря я за 18 лет не могу вспомнить вот такого чувства гордости и удовлетворения за то что мы сделали этот проект мы собрали большое количество франчайзеров и та реакция которую я сегодня там в течение даже трех дней получала от наших участников здесь это вдохновляет невероятно я еще раз хочу обратить внимание на то что у нас в этом году бай-бренде принимало участие 160 франчайзеров и 28 российских регионов так получилось что в этом сезоне мы были абсолютно российские ни один иностранный участник нам к сожалению приехать не смог но я думаю в следующем марте мы увидим я хочу пожелать всем выжить в это странное непонятное время и не терять надежды на то что в принципе ваш бизнес будет развиваться чтобы найдете партнеров и что и этот период мы тоже с вами переживем всем спасибо за то что вы были с нами